Уважаемые участники конференции, давайте продолжим. Я вам доложусь по небольшой теме, расскажу о палеореконструкции растительности прошлых эпох. И, по сути, она будет продолжением, небольшим даже продолжением прошлого доклада. Екатерина Александровна рассказывала как раз про органику в археологических раскопах. Здесь также эта тема затрагивается и будет даже раскрыта больше, пошире по некоторым пунктам. Всем известно, что эволюция растительности зародилась в океане первичном. Сначала это были водоросли, затем они вышли на сушу. Это первые растения псилофиты. Затем появились плавные, хвощи, папоротники, голосеменные. И, наконец, в современности появились покрытосеменные. Как вы думаете, откуда мы знаем об этой эволюции, исходя из чего мы поископаем остаткам растительности? Вот, к примеру, так выглядят ископаемые остатки первого примитивного травянистого растения псилофита. Это первые самые растения, которые вышли на сушу. При этом сейчас они в современном мире не встречаются. Только по ископаемым остаткам мы можем говорить о том, что они были, существовали. В целом от растений при фасилизации сохраняются как листья, стебли, стволы, корни, семена, плоды, шишки, а также споры и пыльца. Но это на данном слайде приведены макроостатки, так называемые. То есть то, что можно увидеть визуально глазами. Листья папоротника, шишка сосны, лист гинка уже высших растений. И при этом растительные ткани ископаемых растений могут замещаться различными минеральными соединениями или же сохраняться неизменными. В данном случае на слайде приведен срез ствола пермского голосименного растения, который старше даже динозавров. То есть он настолько сильно окаменел, превратился в камень, так сказать, и сохранился до наших дней. И его продатировали. По строению древесины определили, что это голосименные. Почему вот эта красота, подобные макроостатки невозможно найти на Южном Урале практически? А потому что в это время, в тот период, когда растения вышли на суши, на территории Урала было море, океан так называемый. В конце Ордовика это было довольно большой, а затем два континента начали смыкаться, Сибирь и Восточноевропейская платформа, и наконец столкнулись вместе. Но там периодически это было мелководье, то есть там были моря. Если у нас эта растительность не развивалась в таком же масштабе, то, например, в Антарктиде в это время были тропические леса, жили динозавры. А у нас было просто море, при этом на этой территории находят остатки фауны многочисленные, это зубоакул различных, канадонты, а растительность практически нет. Первые вот такие вот отпечатки хорошей сохранности находятся уже в неогене, когда на нашей территории начинает образовываться болото, так называемое. В Южно-Уральский буроугольный бассейн, который открыли в прошлом столетии, кстати, сотрудники нашей лаборатории, как раз демонстрируют вот эти вот залежи бурого угля, которые были сформированы третичными растениями. И уже там можно найти определенные отпечатки растений, вот эти макроостатки. Что же сделать, если макроостатков нет? То есть вот визуально мы ничего не видим. Можно определить состав спор и пыльцы. Спор и пыльца растений у каждого вида растений имеют свою морфологию, то есть они все разные. То есть их можно посмотреть под микроскопом и определить, к какому виду какая пыльца относится. А благодаря тому, что их оболочка содержит стойкий биополимер, спор и пыльнин, она не растворяется ни в каких практически кислотах и сохраняется очень долгое время в различных отложениях, до нескольких миллионов лет. И поэтому геологи могут восстанавливать растительность по именно остаткам пыльцы и спор в разновозрастных отложениях. И данный раздел называется палеополинология. Благодаря этим исследованиям возможно смотреть, насколько сильно различались ландшафты. То есть, к примеру, ландшафты современности это таежная зона, всем известна тайга, тундра, таежная зона, широколистные леса, степи, пустыня. И вот как флуктуировало, как их границы менялись во время оледенения. Вот последнее, сейчас мы живем в Голоцене, а до этого был полистоцен, то есть ледникового периода, когда были. И как растительность смещалась в эти периоды, их границы, и как сильно менялась, мы можем восстанавливать именно по пыльце и по спорам, по составу. Это очень важный и ценный инструмент, который позволяет не только узнать, какой был климат, то есть было холодно, влажно, сухо, но и узнавать, насколько сильно вот эти границы смещались. То есть это ландшафт. К примеру, вот одно из исследований, это пунктиром обозначены границы широколистных лесов, которые сейчас, на сегодняшний день существуют. И при этом вот Голоцен, это современный этап геологический, точками показано, где мы находим спору и пыльцу. То есть это ранний Голоцен, средний Голоцен, поздний и современный. То есть видите, насколько сильно менялся состав споры пыльцы, становилось более теплее. То есть после ледникового периода еще единичные находки широколистых деревьев. Это липа, вяз, дуб, бук. И затем это все уже гораздо шире распространяется на территории Европы. Итак, вот по составу пыльцы они, по морфологии они бывают различные. С такими вот мешочками, вот на первом слева, с правой стороны, это пыльца хвойных. То есть мы довольно легко их определяем, никаких особенностей нет. Далее мелкая пыльца внизу, это различные виды широколистых и мелколистых пород деревьев. И травянистые, очень разнообразные виды травянистых, а также споры. Так, теперь вернемся. И вот эти вот, отбор проб на городище Уфа-2 здесь приведен. Пример, один из ключевых разрезов, очень интересный. Полинологию можно использовать не только для диагностики, ну, очень древних отложений, но и современных отложений, а также для того, чтобы узнать, насколько, когда человек появился в галоцениуме, мы можем узнавать, насколько сильно было влияние человека на окружающую среду. То есть проводил ли он распашку, срубал ли он леса, зашаживал ли он культурными растениями поблизости, скотоводством занимался ли. И вот на примере городища Уфа-2, который находится в центре города Уфы, мы, отбирая послойно сверху вниз образцы, можем увидеть динамику. То есть каждого конкретного вида растения, пыльца которого найдено, насколько сильно она изменяется во времени. То есть если на начальном этапе у нас еще небольшое количество растений, которые сопутствуют человеку по жизни синантропных видов, то затем их количество увеличивается и периодически оно флуктуирует. То есть становится больше, то меньше восстанавливается естественная растительность, которая была на этой территории. Вот здесь вот очень интересно. Вот, например, пики вот эти вот. Это для всех. Пики. Это пики березы. Если можете увидеть, то в нижней части мы не видим никаких находок практически березы, и вдруг резко у нас появляются березы. И при этом из спектров исчезает пыльца дуба и уменьшается пыльца липы и вяза. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что человек вырубает широколесные леса вокруг этого городища, и на его место приходят березы, которые замещают вокруг. Растет. То есть это первые, вторичные березники. И затем уже мы наблюдаем, что данные леса широколесные не восстанавливаются на этой территории. Ну, вроде все понятно с геологией. То есть мы по спору пыльца, по макростатам можем говорить, что здесь росло, какой был климат, было тепло, сухо или холодно. Была здесь степь, была здесь лесостепь или же широколесные леса. Но также с помощью пыльцового анализа мы можем решать и такие детективные, можно сказать, даже такие истории, которые ставят перед нами вопросы. К примеру, благодаря пыльцовому анализу был восстановлен рацион мумии, которая была найдена на границе Италии и Австрии. Ледник подтаял и нашли мумию неолитического человека, который жил около 5000 лет назад. И по составу толстой кишки определили то, что там были найдены пыльцевые зерна пшеницы, маревых, примулы, калужницы, болотный папоротник, карлика. То есть он мог этим всем питаться. А также были найдены частички древесины, хвойных, то есть он мог приготовить пищу на открытом огне. То есть такие вот выводы. Также если у нас понятно, здесь вот, например, вокруг все зелено, то есть ландшафт лесной, лесостепной, то есть мы можем восстанавливать. А как же быть, например, в пустыне, где растительности практически нет, как восстанавливать растительность прошлых эпох? Кто-нибудь знает? Ну да, животные, которые… Как восстанавливают? Ну, по калу. Да, то есть по какашке, какашка. Козьи какашки здесь очень помогают. Благодаря именно исследованиям остатков жизнедеятельности, так сказать, коз в пещерах определили то, что на территории Сахары были очень даже залисенные места, ну, рядом с водой ближе. Ну, в общем, это тоже очень ценный материал, который мы не можем получить другими способами. То есть песок, он не содержит пыльцу практически, так как усыпучий, в нем очень количество песка образуемого, и осаждаемые пыльцы несоизмеримо различаются, и поэтому там очень мало пыльцей. Еще одна из таких детективных историй, можно сказать, это терракотовая армия. И перед исследователем стал такой вопрос, отливали ли, делали ли этих фигурки коней и воинов в одном месте. И благодаря пыльцовому анализу почвы, которая вот сохранилась в трещинах различных, было установлено то, что комплексы в составе воинов отличаются от комплексов в составе лошадей. То есть лошадей делали в одном месте, скорее всего, поближе, чтобы не таскать, а терракоты в армии уже выжигали в другом месте. В заключении, ну, как коротенький такой доклад, в целом споропыльцевой анализ — это очень важный инструмент, который приходит на помощь тогда, когда другие науки не могут помочь. Ну, например, нет у нас в отложениях костей, нет у нас в отложениях моллюсков. А пыльца у нас есть практически, ну, достаточно часто встречается в большинстве отложений. То есть это всегда определенная информация, которую нужно правильно интерпретировать, и выводы всегда обычно помогают решать вопросы как геологии, так и археологии. Вроде коротко вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...